всем привет ребят не верится что я решил это записать но в моде появилось много новичков и мне нужно облегчить себе жизнь в общем здрасте сегодня я расскажу вам как играть по сети во властелин колец но и заодно наверное во всякие моды начнем с того как вам как вам иметь на компе несколько модов это очень просто на самом деле главное придерживаться двух правил первое не ставить все на один клиент потому что работать будет ничего не будет работать и не ставить моды которые конфликтуют по этому поводу я вам точно сказать не могу но я знаю точно что с она ратом и большинством модов ну по сути с обмодами на и дайн конфликтует от и дайн так проще можно сказать то есть топор и на рад возможно тот я думаю что они не будут работать потому что там ассеты заменяются из-за того что и дайн немного криво загружается ходят слухи что еще некоторые моды конфликтуют но тут вам надо будет сам самим выяснить что значит конфликт у вас будут они работать но в игре будут возможные какие-то проблемы по типам невидимых текстур или же розовых текстур если у вас это случится вы не сможете адекватно играть по сети потому что у вас будет выкидывать рассинхрон окей теперь ближе к делу что нужно сделать ставим игру в любую папку вот допустим им у меня есть игра не ставим на нее мод у вас дал должен быть чистый клиент версии 201 ставить один раз и все после этого вы сразу же хотите поставить например несколько модов для этого вы копируете эту папку столько раз сколько вы хотите иметь модов плюс один зачем плюс один на случай если вы в будущем захотите что-то еще поставить чтобы не надо было переустанавливать потому что если вы допустим у вас есть несколько клиентов с модами но у вас нет чистого вы захотели поставить новый вы устанавливаете игру сразу заново у вас предыдущие клиенты могут некорректно работать потому что система будет всегда видеть один клиент как основной соответственно основные данные будут с него считываться поэтому всегда оставляйте один чистый и так вы сделали себе кучу чистых клиентов обязательно конечно же название папки делать и другое хотя если в этом на один диск кидайте то у вас будет написано там копия и так далее но желательно чтобы в названии игры не было название название папки не было кириллицы некоторые системы тоже странно себя ведут если такое случается может выкидывать ошибку затем банально просто устанавливаете по каждому моду в каждую из этих папок чтобы это работало нам нужно пробок и фиксер которая должна быть в любом моде по сути вместе с игрой скачиваться то есть она в папке с игрой обычно вот она у меня отдельно стоит вам нужно запустить ее просто так нажать дополнительно здесь будет надпись папка с игрой то есть вам надо если вы меняете на первую папку с игрой или модом то она у вас здесь будет указано вам надо на все поменять соответственно если она здесь не указана указана другая нажимаете обзор ищите свою папку и указываете путь к еп1 чтобы было вот так вот как у меня нажимаете установить и затем нажимаете сюда установить это поменяет вам ключ но еще ничего не произошло потому что сидикий фиксер на 80 процентах систем работает немного криво и надо менять ключ два раза второй раз вы запускаете программу от имени администратор то есть правым кликом на ярлык запуска от имени админа и проделываете то же самое все готово делайте так каждый раз с каждым клиентом теперь внимание не у всех это работает и например у меня также не работает и у некоторых людей тоже ключ во всех клиентах одновременно не меняется в таком случае если вы например вы поиграли там 202 затем решили в другой мод поиграть перед тем как играть вам надо будет вот эту вот процедуру делать каждый раз перед модом но может вам повезет и после смены всех ключей в клиентах она останется но увы у меня не повезло так с этим закончили теперь как играть по сети идем в google пишем game ranger качаем социального сайта обязательно потому что хрен его знает версия здесь одна то есть просто версия сайта качаете устанавливаете при установке возможно вам не не будет понятен пункт ввести код пригласительный забейте на него просто пропускаете это не нужно в конце вам надо будет зайти на свою почту и найти в спаме или в обычных письмах подтверждение почты до при регистрации надо будет указывать почту обязательно это сделаете иначе у вас не будет работать и вы будете писать под роликами почему а как до теперь у вас установился game ranger у вас будет на рабочем столе не такой срач как у меня но зато будет ярлык запускаем его видим посередине вот такой вот блок нажимаем сюда у вас этого всего не будет у вас будет топика он тайтл групп или они то пардон пардон я идиот нет нет у вас не будет вообще ничего этого нажимаете new group здесь есть список игр которые поддерживают game ranger в который то есть здесь можно играть черным цветом будут подсвечиваться те игры которые у вас есть на компе и были установлены когда-либо вам надо найти властелин колец соответственно то есть rise of the witch king вот он у нас внизу самым ставим галочку пишем название группы чтобы просто не запутаться но на всякий случай если вы будете еще несколько себе групп создавать с другими играми или не пишите если вам впадло нажимаете окей и у вас появляется группа ротвк теперь вы видите все игры по ротвк как же играть во первых вам стоит обратить на внимание на вкладку description здесь люди указывают версию игры в которую они играют модов существует довольно таки дофига соответственно если у вас вот например тхоа то в 201 вы поиграть не сможете и наоборот поэтому надо смотреть на описание и опять таки если вы сами решили хостить комнату то обязательно пишите в описании в какой мод вы играете иначе будет куча неразберихи если вы видите справа вот здесь вот такой вот зеленый кружочек это значит что игра уже началась подключиться сюда вы не можете ну понятное дело чтобы подключиться надо просто два раза нажать на комнату вы туда зайдете мы сейчас попытаемся сами создать комнату для этого вам нам нужно нажать на хост вот описание вот мы выбираем сколько игроков может быть в комнате можем набрать пароль если нам надо поиграть с братьюней то можем получить помощь от бога но это все обман как и в жизни поэтому не переходите сюда нажимаем ok мы видим такое вот окошко когда к нам кто-то зайдет здесь будет надпись его дника тогда мы можем нажать старт игра автоматически запустится у нас после того как она у нас запустится она начнет запускаться у него то есть если вы подключились к кому-то вам не нужно заходить в игру иначе вы с ним не сможете поиграть вы не будете его видеть в сети то есть вы просто ждете пока он нажмет на старт и в итоге в игре заходите в локальную сеть не в интернет в локальную сеть и уже подключаетесь к нему кроме того в самой игре после каждого матча не нужно выходить полностью из игры и не надо вот эти вот комнаты в гейм рейнджере пересоздавать вы можете сколько угодно хостить в самой игре пока оба игрока или вообще все игроки находятся в игре если же кто-то из них выйдет в гейм рейнджер тогда он уже подключиться не сможет хоть и будет находиться в вашей комнате и вам придется всем выходить и создавать комнату заново думаю сказал все всем спасибо за внимание надеюсь это вам поможет до встречи